Межпоселенческих дорог Славянская ДРСУ. Завершая совещание, Роман Синеговский отметил, что выпавший снег – это проблема для взрослых, но радость для детей. И дал поручение службам построить на театральной площади в Славянске-на-Кубани горку для ребят. Рузана Ефремян, Тина Капачевская, Георгий Калинин, Михаил Варгулев. Программа «События». Аномально холодная погода на территории Славянского района, по прогнозам синоптиков, продержится до 3 февраля. Во избежание травм и чрезвычайных происшествий просьба к жителям не выходить на улицу без крайней необходимости. Следите за исправностью системы отопления, не перегружайте электросети электроприборами. В условиях аномально низких температур может возникнуть угроза увеличения количества ЧАЭС и происшествий, связанных с обрывом линий электропередач и их перегрузкой. По всем возникающим вопросам звоните на телефон горячей линии 4 11 12. В первую очередь решение вопросов, с которыми обращаются жители. Такого приоритета придерживается глава района в своей работе. Для того, чтобы знать, какие проблемы беспокоят славянцев и помочь в решении этих вопросов, Роман Сенеговский регулярно проводит приемы граждан. Одни из последних прошли в Коржевском и Петровском сельских поселениях. Мои коллеги с подробностями. Прием граждан в администрации Коржевского сельского поселения глава района Роман Сенеговский провел вместе со своими заместителями, представителями социальной сферы района. Среди обратившихся к районному лидеру учитель-логопед детского сада номер 31 Марина Яценко. В конце года при поддержке муниципальной власти в этом садике были заменены окна в нескольких группах. Теперь в наших группах не только светло, но и значительно теплее и уютнее. Спасибо вам огромное, что несмотря на сложную экономическую ситуацию в районе, мы все-таки оперативно отреагировали и наши окна теперь... Спасибо вам. Спасибо. На прием. На прием. Да, я помню. Спасибо. Спасибо, будем стараться. Понятно, что до полного, может быть, комфорта. Еще надо поработать. Всего к главе района обратилось 14 жителей Коржевского. Вопросы, которые были заданы Роману Сенеговскому, касались льгот на лекарства и компенсации.